Это была община. В других местах было так. Он старший пресвятер, и он обратился. Он не стал долго рассуждать, он поехал к нашему священнику, полное троекратное погружение, принял, вскоре его священники поставили, а старший пресвятер, да, епископ у них. Вот это у меня было. В начале беседы до пяти утра. Помню, как столы, молодежь вся сел, все молодежь, старых никого нету. Когда кончилось, а он ходил между рядами, вот так. И потом, ну что, надрали нам сегодня? Ну и как вы? Ну против-то, говорите кто-нибудь, что говорить против-то? Ясное дело, что у нас неправильно. Готовы? Вот вода, что препятствует креститься? Вот это миссионерская работа. А ты ставил задачу обратить? Не ставил никогда. Я ставил задачу открыть истину, чтобы человек это увидел. Я вижу, что он такой выходит, в виде как стихи пытаются писать или чего-то. У него такая Вития, Византия. Он не понимает всей этой мощи, больше не может выйти. Ему надо учиться. Он дня не учился нигде. Ещё полжизни в заключении провёл. Ему только плакать надо. А его обольстели, ему сказали, что ты спасён. Он пытается кого-то учить, говорить, а никуда из этого не может выйти. Мощи, иконы, храмы. А как бы судит православных. А у самого ничего нету. Сектантишка. Жалкий, бедный, еретик. И он даже никогда не подумает, а как до него люди жили, как веровали. Ему зачем? Я Библию открыл. Так в Библии ты всё понимаешь, как должно быть. А рядом другая секта, адвентисты седьмого дня, хуже тебя разве они? Они так живут чисто, можно позавидовать только. Ты не думаешь, что пенсятеньки все дураки? А как живут баптисты, да ещё отделённые? Ты сходи, поучись. Но почему, если все от Бога, почему все по-разному, в одном месте не собираетесь? Одно это говорит, что, притом, диаметрально противоположное мнение бывает по двум вопросам. Отсюда вывод только прав один, не два, один. А все остальные вы не можете решить, кто. Сейчас у вас за рубежах приезжают, тут уже зарегистрировано, допустим, 250 христианских направлений, динаминации. Ну, к любой примыкаю, он даже не думает, он организует новые. А как название ваше? Посольство Божие. Посольство Божие. А дальше Ходатай Божие. А кто у вас, собственно, Ходатай? Ну, мы Ходатай. А за кого Ходатайствуйте, чтобы люди Христа приняли? Церковь Христа. Названий миллион, наверное, можно придумать. Новая жизнь. Секта, новая жизнь. А это газета Павловского района. Ему ещё в руки не попадёт, это его название. А православные, это секта. Это секта, они образовались в 1054 году. В 1054-м только разделение прошло. А за то, что православный, никакого знания о церкви нету, совершенно никакого. А можно было, можно работать, пока не был сектанта. Его упустили. У него сегодня мозги так протравлены, он ролики разные смотрит, довольный. Перед ним пляшут, машут руками, кричат на каких-то языках, валяются, лают, смеются. Смех. Без причины хохочут часами. Это святой смех. Ему ничего нельзя доказать. А ты как доказываешь? Я вообще не ступаю, я обхожу их. Он уже прописан в аду. Отойди от него, чтобы тебя не поглотило это. Тебе Бог дал, храни это. Вы соответствуете своему назначению. Мы призваны нести свет. А если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? А может быть обо мне это сказано? Я тут о молитве нашей общей хотел сказать. Многое может молить о праведниках. Это я видел Сашу Мищенко. Помните? Сашу Мищенко видел я. Где, когда? На Льва Толстого, неделю назад. И да, ну он, во-первых, изменился лицом. Он вообще так изменился. А борода есть? А как ты узнал его? Ну, у него борода начала такая. Ну, у него небольшая борода. Виктор Андреевич, это твой? Да, это Виктор Андреевич. И я, ну и как-то, и мы мимо проходим. Я раньше с ним встречался, мы мимо прошли. И прошли, ну так, головой кивну. Ну, все-таки, как говорится, не охульничал. Ничего так было. Ну, лояльно все-таки отходило от нас. Культурно. Культурно, да. И, а тут, вижу, он заинтересованно так, смотрит на меня. Я говорю, мир тебе. Он с миром. Я говорю, у тебя что-то, говорю, еще осталось духовное-то? Или все, ты простерял? Не прямое. Он остановился такой, как вкопанный. И такой, я возвращаюсь к Богу сейчас. Я говорю, а что у тебя было такое? Он говорит, ну, много, говорит, Господь меня, сделал мне всего, чтобы я, ну, короче, всяких несчастьй у него в жизни, видать, всего там было. Он на седьмом этапе плясал и плясал все время. Да, да. Видать, это все-таки на него повлияло. И он говорит, и я, говорит, ты знаешь, когда я ушел из общины, я, говорит, все же потерял, у меня вообще ничего не осталось. Причем это со всеми, кто ушел, абсолютно. Я говорю, а веровать в Бога там? Да не, не молился, говорит, уже не читал ничего. Но всегда, ну, что-то было, говорит, такое внутри, что чего-то не хватает. А, говорит, вот последнее время, это полтора года где-то у него. Он говорит, я шел, говорит, и увидел там в магазине где-то или что, Библия, говорит, продается в кожаном переплете, золотая такая, золото, 10 тысяч стоит. И я, говорит, что-то потянулся к ней, отдал, говорит, эти деньги, взял эту Библию. Я говорю, ну, что я взял-то, с ней ходишь, что ли? Он говорит, так я, говорит, читаю ее, говорит, каждый день. Я, говорит, вообще с ней, говорит, не расстаюсь сейчас с Библией. И у меня вот интерес опять возник везде. Я говорю, так ты, когда уходил, книги-то были еще у нас или нет? Нет, не было, говорит, еще. Я ему дал сайт, я говорю, там же такие книги, ну, рассказал немного о книгах, все как у нас там, ну, так чуть-чуть о благовестии рассказал. Смотрю, он такой прям восторженный, такие глаза сияют, ну, такой немножко увидел. Ну, там же, я думаю. Он ушел из кровообольницы. Другой больницы? А, он работает врачом. Ну, наверное, конечно, он же. Хирург? У него квалификация какая-то сильная. Ну, можно сказать, хирургом, да, он эндоскопические исследования проводит. То есть, вот, типа того, что делали батюшки. Такую операцию. Да, я спрошу у батюшки, ему что, Николай, какую-то пружинку туда ставили или еще? Кому? Батюшке. Батюшке-то. Что ему сделали? У него какой-то инородный предмет там есть? Да. А какой? Ну, так же, как у меня. А как у тебя? Стенд называется. И еще он там за счет цепляется, чтобы не прогнать дальше-то его? Ну, он цепляется внутри. То есть, это металл с определенной, так называемой, памятью. То есть, когда он, когда его водит и при температуре тела, он принимает тот объем, который был заложен ему раньше. Как бы память. Ну, так, как это, допустим, вена или что? И он расчиряет, расчиряет вот там, где сосуд был, там была бляшка, он ее раздавливает, эту бляшку, и нарушенный просвет, суженный, он его расчиряет. А из вас и сам тромб какой-то там был, и он оторвется и в сердце? Нет, ну, там смотришь же, что нет тромба. То есть, если тромб там, конечно, да, ну, там же кромб, кроме того еще... Для сколько он рассчитан? Николай говорит, на три года. Ну, я вот перед вами уже шестой год. Нет, батюшки, ты Николай, ты его знаешь? Ну, кто, какой Николай? Польгоев. А он откуда знает? Ну, понятно, он в машине. Коллега. Если он по сантехнике это ориентируется, ну, может быть... А чем человек-то такой же валючий? Да ну, такой же. На чем вы говорите, Николай? Коллега, 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 да? Сегодня уже батюшка с этим вопросом подходила. А что мне в общем не сказали, что я проживу три года с этой штучкой только? Я говорю, батюшку, ну, я вот уже шестой год живу, ну, уж шесть лет-то проживете, потому что, наверное, вам-то больше Господь дал. Ну, что будем мудрить-то? Кроме того, ведь на определенный промежуток времени назначаются препараты, которые предотвращают образование тех же тромбов внутри этого места. Потому что цепляет все равно. Ну, естественно, конечно, может цеплять. Пока такая... А можно работать так это? Да, сильно-то нет, да. Ну, в определенных разумных пределах. Что теперь он с овечками со своими делать будет? Сено косить там? В разумных пределах. В разумных. Мне это было рекомендовано почти практически сразу. Хождение, быстрое хождение с определенной частотой пульса, чтобы это было... Несколько таких может вставлять человека? Сколько? Сколько денег у вас будет? Да когда у меня в маме клапан целый вставили в сердце. Да, конечно. 150 тысяч. Слушай, насчет того, чтобы не резали и на запчасти не брали, то составь справку-то. Все говорят везде по интернету. Такие в 12-м, это, сейчас будет конец мира, тоже говорят. Да это про то не надо. Сделай мне справку-то. Если случится насильственная смерть, в любом случае будут скрывать насильственную. А как насильственная? Убили, повесили, замушили. Нет, просто я ехал, помер, я сказал, меня под коробкой там затолкаете и сразу потерянку поворачиваете. А все равно это будет, так сказать, если бы вы... Обсправку. Вот когда батюшка умрет, у него есть медицинская документация, свидетельство о том, что у него болезни всякие там были. А вы, здоровенький такой, раз, как только сразу умерли. Хорошо. Тут все подозрения. А насильственной смерти. Да. Ну ты сделай так. У меня поведи там где-то, договорись. Я не хочу, чтобы они меня резали. Там какой-то... Я целый пойду. Видите, справка нужна, чтобы дальше этот ход дать по домам и так далее. Обязательно нужно, чтобы было... Ну, помоги. Медицинская... Медицинская... Говорим о... Это родственники должны. Родственники просто. Нет, родственники. Сам человек может... Давайте помолимся. Все, спаси Христос за Слово Божие. Слава Господу. Аллилуйя. Мы проходим медленно, и оно живо и действовало. Аминь. А, да, и к тому, что помолиться надо за этого Александра, чтобы он рабом Божьим стал. Ну, не забудьте помолиться, братья Сестры Андреевича. Чтобы Господь разумил меня и моих начальников. Мы его не обижали нисколько, но написано, гнушаясь даже одеждой. И когда все это у него открылось, одежду он на кухне оставлял, он не заходил. Его еще маленько походил, а потом, помнишь? Все, и на этом кончилось. Господи Божий наш, слава Тебе. Заболито святых Отец нашим. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Царю Небесному, утешителю души истины. И живи здесь, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселись овны, и очисти ны от всяких скверно. И спаси, блажь и души наши, святый Божий, святый и крепкий, святый и бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый и крепкий, святый и бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый и крепкий, святый и бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наше, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и на Неприс, на Его веки веков, аминь. Господи, очисти на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, бы Твоей Царство, силы и слава во веки, аминь. Господи, слава Тебе за этот день, за эту возможность открывать Слово Твое, проси, если в чем погрешили мы, Ты слышишь наши тайны, вздохи, вздыхания о необходимом, помоги издать книги, и побуди добрых людей помочь нам, и все необходимое для благовестия. Господи, японскому народу даруй добрую землю, дабы мы могли обратиться к Тебе, прославив имя Твое, и к многострадальному еврейскому народу пошли добрых свидетелей. И землю российскую сохрани, обрати людей к себе, коснись сердец священников, не понимающих самого смысла веры, гонящих истину, дабы они не погибли. И патриарха благослови правителей стране сей. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спаси Христос. С миром Божьим.